Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. И, собственно, это небольшой новостной ролик касаемо The Isle of Rima. Перед началом, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим донатерам и спонсорам на канале за финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну, а сегодняшний наш выпуск будет посвящен будущей системе миграции в обновлении 7. А также немного еще расскажу о ней и, в принципе, подумаем, примерно, как она будет работать. И вообще, что ожидать от обновления 7. Сразу скажу, точной даты выхода я не знаю. Не строчите мне сотни комментариев и вопросов на стриме, когда оно выйдет. Собственно, мне не жалко было бы для вас сказать, если бы я знал точную дату. Короче, поехали. Как мы видим, нас ждет, как и обещали, совершенно другая карта Getaway. Ни для кого не секрет, что ее, так сказать, образ уже давно слит на просторы Инета. Не знаю кем, что, когда, но вот да. Короче, смотрим. Что справа от тебя? Старая Getaway. Что мы видели полгода назад? Слева совершенно новая. Отчасти ты спросишь, огромная она или нет. Честно, она очень огромная. Много инфраструктуры человеческих построек, как мы видим, переделана. Есть разные определенные биомы. Реки, дороги для передвижения людей. Мосты, видимо, даже порт и еще центральные купола, центр людей. Да, это очень круто. Советую в будущем для держателей серверов свои серваки переводить на хорошие хосты. Дабы, ну, 100 человек на такой карте, это будет очень мало. 150-200 самое то. Мир Getaway оживет чертовски охренительно. Потому что, даже блуждая сотни людей, ты можешь и не встретить никого. Для многих, тем более, на вообще новой и неизученной карте. Но вот система миграции сможет, возможно, вас и друг с другом свести. А что такое система миграции, рассказывал давно. Давайте еще раз по пацам сегодня разберем. Это как в реальном мире у реальных животных. То есть, переход из, допустим, определенной точки А в точку Б. Пища, съеденная травоядными в определенных местах, попросту не восстанавливается. И придется мигрировать однозначно. А в Эврима это и будет заложено. Это то, о чем нам давно говорили. Нам придется блуждать из одного края карты в другую, чтобы вновь испить воды и поесть растительности. Но скажу, как, скорее всего, это будет построено. Во-первых, это коснется не только травоядных, но и хищников. Помните, когда-то я говорил, у каждого динозавра будет свой определенный спаун. Да, так оно и будет. Если все опять не поменяют, но разработчики сделают еще и так, что, допустим, спаун... Давайте так, разложим на пальцах, да? Спаун Тенантазавра рассчитан на каких-нибудь лугах в центре. Тенантазавр в нутриентах Корнотавра. Поэтому спаун Корнотавра также будет проходить приблизительно в этом месте. Но в этом районе может находиться спаун каких-нибудь омнирапторов или других динозавров. Тенантазавры успешно набили нужные нутриенты в этом месте и начинают мигрировать в совершенно другой район. Вообще на другую часть карты. Птичник может последовать за жертвой на следующий миграционный путь. Либо может остаться здесь. Ты спросишь вопрос, зачем? Правильно, те же омнирапторы находятся в этой экосистеме. И мы можем пополнить свои нутриенты тут. Если они у нас в диетах. Корнотаврами. А далее? Либо отправиться в опасное путешествие. Но как факт, те же тенантазавры, мигрируя в другую экосистему, могут нарваться совершенно уже на других хищных динозавров. Которые могут находиться в их пищевой цепочке. А на первое место, первый миграционный цикл, так скажем, придут уже совершенно другие травоядные. Либо хищники. Которые опять же вас смогут выследить. Ну вот как-то так. Надеюсь объяснил внятно и понятно. Дурак бы не понял. Понял не дурак, как говорится в хорошей пословице. Как видишь, это будет совершенно абсолютно замкнутый круг. Это скорее всего и будет построено в систему миграции. Но ты спросишь. А как же нам узнавать, куда идти, исследовать, если пища может закончиться в определенном месте пути спавна или миграции? То тут скорее всего появятся какие-либо игровые подсказки. Как для хищников, так и травоядных. И скорее всего у каждого вида динозавра будет эта подсказка, знаете, она будет, наверное, будет показывать будущий, либо прошедший миграционный путь, на который мы сможем пойти и решить для себя, а нужно ли туда идти и найти свой вид. И есть ли там кто-то, либо мы можем найти какую-то опасность. В общем, короче, как-то так. Ставь палец вверх, подписывайся на канал, ну и не скупись, ну нажми ты колокольчик. Короче, пиши комментарий, да. А вот, да, все. Хорошего выживания. За Айл Врима.